Этот американец, по-моему, говорит, а что вы могли бы сказать, если вас убьют? Это я у себя сохранил, и он говорит, не молчите, если это случилось, это мы необычно сильны, понимаете? Я перевожу на казахский язык такие моменты, выставляю здесь, я беру пример у таких людей. Так переведите, переведите для людей, что значит не молчите, что им делать? Не молчите, это надо говорить, вот я говорю сам, вот так надо говорить. Этого мало, для того, чтобы менять Путина, разговаривать мало. Ну скажут они слово, но их заберут. Это самый малый, самый малый человек, который думает, что он один и ничего не может делать, он должен хотя бы говорить, и если он сам понял, он должен объяснять хотя бы людям. Я считаю, что люди должны массово идти и мобилизироваться в РДК. Им нужна техника, правильно? У РДК есть оружие. Я считаю, мобилизованные, которые сейчас на нуле, должны развернуть свое оружие против тех, кто хотят воевать с Украиной. Расстрелять и идти на Москву. Вот что я считаю должно быть. Потому что ходить и разговаривать, ну пиздец, уже третий год войны. Какой смысл от разговоров? Ну да, вы правы, конечно. Я, как с точки зрения, если я был бы украинцем, я бы тоже этот бы выбрал бы путь. Я бы сказал бы, стоял бы на этом. Только, раз не понимают, надо только мочить. Я считаю, не украинское дело воевать на территории России. У них своя страна, у них свои интересы. Это россияне должны взять в руки оружие и решить свои внутренние проблемы. Почему Украина должна менять Путина? Почему они должны заниматься Путиным? Это Россия должна снять Путина. Пусть они сделают новый путь. Путь же был в 90-м году. В каком-то, в 93-м, в каком-то моменте. Алёна, мы долго были в роли раба, мы были очень долгое время. Свыше 500 лет назад, если верить профессору Китайского университета, у меня где-то есть ссылки, вы, наверное, тоже видите, когда Европа захватила Америку, то есть Атлантический океан, и вот эти, помните, когда приезжали бредно лица, у нас фильмы мы смотрели, и против индейцев. В то время правительство России, или, скажем, вот эта сторона, они решили захватить Среднюю Азию. Оказалось, что мы, мы, не знаю, но мы потомки Чингисхана, которые когда-то 300 лет держали до Польши, всё это было тюркское, каганат, тюркский каганат называется. Я не знаю, почему потом пошло разделение, что могло случиться такое, что разъединились... Я скажу, Москва очень хитрая жижа, которая постоянно как яд капала вам в правителям, в голову, что кто-то из них, другой, будет подниматься за счёт другого, и она вас ссорила. И когда вы ссорились, в это время она откусывала дачу территории, а когда она уже разрослась, и вас стало мало, то она и вас придушила. Понимаете, вот эти междоусобные ссоры произошёл раскол. Было слишком много детей, внуков, вот эти все родственники начали ссориться. У вас не было объединения, а Москва, наоборот, объединялась. Она оккупировала, потом сажала своих людей, шла дальше. Понимаете, вам нужно обязательно объединяться со своими народами, и больше не ссориться. Вот эта история ещё говорит, что именно русские казаков выгнали за Урал. Они земледели крестьян. И вот эти крестьяне и казаки, оказывается, с саблями рубали маленькие селения. Казахи же летом же, они же как кочевые же, скотом занимались, да, скотом. И вот эти казаки, оказывается, казахская земля, она полная, в крови всегда. И мы не в состоянии сейчас поднять оружие против, понимаете... Послушайте, я извиняюсь, конечно, смотри... Как я буду брать оружие и стрелять буду в казаха, например. Я не могу это себе представить. Мне очень больно, что наши казахи чуть-чуть недопонимают. Но многие уже давно проснулись, Алёна, мы действительно, мы проснулись. На строке, как я, очень много. Да, я имею в виду, может быть, рассказываю правителей, которые боятся. Они, скорее всего, за свои шкуры, за свои кресла борются, за свои капиталы. Крутые они в Дубае где-то покупают дома. Их дети там учатся. На случай случай у них запасной аэродром там. Вы понимаете, о чём речь, да? Да. Ростой народ остаётся в Казахстане. Нам, если что, гореть и в огне, и в воде, и процветать. То есть... Вы понимаете, нас ждёт тоже не совсем очень хорошая история. Мы все напуганы. Особенно после 11-го года, когда нас в Жан-Аузе не расстреляли. Теперь в 22-м году опять расстреляли. Понимаете, президент даёт команду стрелять без предупреждений. Придумывает на ходу террористов 20 тысяч и расстрелял народ. И там даже четырёхлетняя девочка, такая красивенькая, проезжавшая на машине, сидела на заднем сиденье. Я видела отца. Отец рассказал. Мочили всех подряд. И там сидели снайпера вот этого Якута. Блин, если это старый фильм Абдула, я бы сказал бы... Так, встретись с Жардето, не трогайте его. Я хочу этого, вот, скажу. Встретите, не трогайте, блядь, он мой, блядь, этот Якут. Он должен выдать всех... Кстати, все списки есть, кто участвовал, кому, кто, когда... А Рузы когда получали. Ну, потихоньку карта раскрывается, и скоро мир изменится, Алёна. Скоро будет... Всё будет хорошо, Алёна. Я знаю. Дай бог. Я хочу, чтобы весь счастье всем было, без войны. Такие деньги тратят на убийство людей. Лучше бы эти деньги тратили бы на науку, ребята. Мы бы давно летали на Марс на прогулку. О чём бы... Это ужас. Это... Господи, если ты есть... Открой людям глаза, я бы сказал бы так. Алёна, я на эмоциях выговорился. Спасибо, что выслушали. Спасибо. Приходите на эмоциях ещё, я вас опять выслушаю. Это эмоции, которые, я уверена, эмоции каждого казаха. Поэтому не каждый казах может их высказывать, а вы можете. Да. Приходите. Я всегда жду гостей. Ну... Ладно? ПОДПИШИСЬ!